привет всем сегодня у нас 25 марта есть у меня вот такой пресс ну как он станина заводская полностью вот это вот штука здесь написано до 100 килоньютонов короче 10 тонн вернее всего он выдерживает вот такой это польский пресс вот здесь на видно видно даже по табличке модель полон польский модель тут написано все но плохо видно вот но у него не было цилиндра гидравлического вот этого уже сняли кто-то и сам насос который тут стоял тоже снятый был поэтому мне досталось только одна станина и сам вот этот механизм столик вот я установил на него вот такой цилиндр вот это у меня до т75 задняя навеска вот у него эта часть которая родная оставлена тут она была на шпилках в задней части вот здесь была еще одна такая чашка и не были сквозные такие шпилки держались и вот такая же штучка стояла с этой стороны ну с ушами крепеж остался родной поршень с цилиндрами а только срезал здесь вот этот круглую штуку приварил вот эту шестеренку этот навоз убирать фирмы также приварил пластинки и сделал вот эти подшипники болты тут вернул это чтобы можно было его снимать доставать этот цилиндр весь приварил он катышку трубу длинную телесур там резьба гайка которым я пропускают ну и внутри установлена пружина которая подымает что но я когда варился серенкой эту пластину меня вот чуть-чуть жало поэтому он клинит и плохо подымает этот у меня насос я поставил какой-то штуки не помнят какой но наподобие даже как кабины подымать у машин вот стравливать а это вот сам насос внутри на расположен бак и пробка заливая вот я его подцепил шлангом все сделал давит он хорошо но он у меня тики вот поэтому я буду его переделать и добавлять пружину чтобы подымалась вот это чтобы обратно нормально вместо вот этой гайки я буду устанавливать вот такие вот шайбы которая вытащил вот эта шайба я в ней нарезал резьбу отметил расточил ее чуть-чуть поменьше диаметра вот этой нктшки здесь нарезал канавку вот под это кольцо маслостойкая сделал вторую шайбу такую же ну вот они где-то миллиметров 12 обе также сделал канавку вот под это колечко просто просверлил отверстие поэтому она у меня будет здесь ложится вот таким образом и просто болтами вот прикручиваться как здесь резьба нарезана здесь я буду устанавливать приваривать штуцер приварю вот под этот шланг вот здесь я его отрежу заварю выведу наверх так как вверху образуется пробка воздушная и это нехорошо он кидается и рывками так поддал подается сначала вот поэтому я хочу шланг вывести на самый верх и вот это кольцо но уже не даст массу пропускать вот так я хочу модернизировать перебрать поэтому буду делать покажу дальше так вот оттачивая этот цилиндр от навески задний башмака до 75 ну я вот приварил на него шестеренку вот эту с распортерной ленты но с распортера это на ферме навоз убирать у коров вот я и за приварил когда у меня это цилиндр маленько сжала и вот этот поршень его закусывает и здесь также вот приварил вот эти пластины это же маленькая поджала я шлифую вот таким кругом это круг у меня заточной идет для заточки цепей пропил на станке стоит вот взял такой пруток на 10 он как раз идеально подходит ну шпилка вставила в дрельные на небольших оборотах я его шлифую то его так вот я его обтачиваю вот ничего не прыгать ничего не дергаться он очень-очень мелко зернистый поэтому поверхность получается довольно-таки такая гладкая как зашлифованная поэтому тихонько-тихонько заделываю и внутри также обточу вот очень хорошо главное не переусердствовать что у меня тут выскочил один круг и я его сломал он очень хрупкий главное не передавить и не переусердствовать ломаются они опять еще у меня вот здесь сжата полностью когда приваривал пластины вот этих тоже сжала собой сторон вот этой шпилкой она у меня вот как раз по длине будет доставать короче проточу и буду собирать его вот этот поршень у меня здесь на выходе он вот так вставлялся сейчас он уже как видно больше зашел вот почти туда поэтому тихонечко тихонечко его обточу за шлифую и можно будет его собирать вот так короче домашних условиях можно шлифовать гидравлические цилиндры ну гладко поверхность получается она у меня просто тут старый пошли до был вот а внутри я засунул лампу обычную переноску светодиодную вот она тут торчит внутри оставил и она у меня там светит чтобы видно было где вообще шлифовать короче отшлифую и покажу привет всем сегодня у нас 28 марта то я все кругом ручьи и он бегут у меня тут грязь уже достала все бежит ну и вот у меня короче лопнуло все таки моё колесо вот она уже была в треску ну и короче его вон полностью порвало это у меня от снегоуборщика моего профи 6560 с я во внутрь вставлял вот такую покрышку от садовой тележки тоже старенькую белую вот и и порвала полностью и покрышку провалу короче не выйдет не выдержала на моих издевательств буду придумать чем-нибудь новенькое ну а так то я делаю свой пресс вот шлифую цилиндр вот этот вот очень гладко получается вообще идеально короче переделал я эту маленькую конструкцию курение взял вот такую деревяшку ну вот у меня полено было из елки даже вот она сантиметров тут я не знаю сколько носа метров 7 на 8 я сделал длину диаметр чуть-чуть поменьше чем сам вот этот это у меня на 110 миллиметров а это на 105 миллиметров сделал вот такие вот прорези ну как углубление воду тоже маленько под углом чтобы эта шкурка она стояла вот таким вот как лепестком наружу упирала прикрутила бы всеми саморезами внутрь еще установил этот полиэтиленовый бутылки просто отрезал вот такие штуки они как бы ее оттопыривают в сторону эту шкурку без нее без этой полиэтиленовой бутылки они просто вот так вот вложатся и шкурят но не очень по идее надо еще его делать можно плотнее по диаметру а у меня она на 5 миллиметров меньше ну вот это у меня шпилка обычная на 11 резьба на 10 сверлом я просверлил в деревяшке вот этой на 10 диаметром поэтому эта шпилка на туда очень плотно туго зашла ну и как видно на не лопнула больше здесь не семья не крепил вот просто забил сюда у вас это страны гайки прикрутила не проворачиваться не плане спадает потому что плотно очень зашла так что вот этот способ маленько получите наждаком точить это более менее равномерно дерет вот видно и нет таких как бы канавок там то есть она равномерно начинает драть убирать и может быть побыстрее чуть-чуть а вот наждаком если точить то приходится поршень постоянно туда заколачивать тут чем-то намазывать смотреть где он шоркает этот поршень и потом уже частично только убирать в этих местах но это тоже не серьезно все равно уже получаться не ровно поверхность а как бы канавками такими небольшими поэтому это гораздо точнее получается я в интернете смотрел они там даже обычно цилиндр от мотоцикла про растачивают таким способом и ставят ремонтную поршневую так что это гораздо лучше я думаю и главное берет равномерно и на самых больших оборотах можно еще больше но у меня дрель не позволяет сейчас я покажу как она работает вот вставили туда во внутрь и на самых больших оборотах ну как видно очень хорошо получается тоже ведь не дерево дерево железо так что тихонько-тихонько все это дело растачим короче усовершенствовали еще эту конструкцию был у меня патрон вот такое как-то делала на маленькую болгарку от дрели ну резьба очень хорошо подошла мою большую болгарку вот эту 2 2 и 2 киловатта болгарка очень мощная вообще не греется обороты очень бешеные вращается офигеть но это внутри вращаться так что на никуда не разлетится биение нету не вот она как уже шлифует вообще классно вообще идеально такие обороты бешено что даже вот рукой его задеть нельзя буквально минуту поработал и он клянущий стал поэтому сейчас отстынет буду продолжать его шкурить это гораздо лучше чем дрель и дрель оборота маленькие дерьмо это все это гораздо лучше так что продолжаем шкурить новым изобретением ну и вот этот скутер я потихоньку начинаю делать вырезал вот эту шлицевую часть вот это у меня колеса заднего от скутера тут шлицы и буду я сюда устанавливать это я уже сделал под звездочку шлицевую часть и вот эту шлицевую я буду устанавливать вот с этой стороны ну и обрежу здесь маленький все потом все кучу сварю закрепил уже мест амортизаторов а такие стойки из труб и потом все это дело буду выставлять вымерять и крепить короче продолжая потихоньку делать свой скутер трехколесный